Музыка 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 Вы вообще кого пригласили? Меня? Музыка И они такие маленькие, красивенькие, хорошенькие Ну, все, кобыла выскочка пошла Сначала думала, господи, куда-то еду, в сауну Конечно, я могла бы сказать, что все это, конечно, ужасно Но нет, это классно Расслабляется классно Очень нравится Сегодня нас ждет очень необычная фотосессия Но меня чуть не сожрали Я надеюсь, этот инцидент не повлияет на мою дальнейшую жизнь И вообще на этот проект никак не повлияет Снимать я не буду, нет Я понимаю, что победа будет за мной То есть как будто бы иначе быть не может Всем девочкам дали по выбору Либо там по две собаки они все фотографировались Мне дали почему-то одного, кавалера Ты чувствуешь, что на тебя смотрят снизу вверх? Ну конечно, я же метр восемьдесят один все-таки Нет, я не буду это делать Позади шесть ярких скандальных сезонов реалити-шоу «Я топ-модель» И вот новый седьмой сезон на Первом городском Стать моделью – это мечта Кто победит в гонке за мечтой? Самые упорные и талантливые В новом сезоне участницы будут бороться за воплощение своей мечты Контракт с модельным агентством «Модус Вивендис» Для участия в седьмом сезоне Мы отобрали самых ярких, харизматичных и целеустремленных красавиц Которых объединяет одна цель – стать звездой А ведущей шоу стала участница шестого сезона Дарья Хмеленко Сегодня участниц ждет первая фотосессия в комплексе «Нордик СПА» Впервые им предстоит работать вместе Посмотрим, сможет ли суровая погода и крутой нрав некоторых участниц Подпортить удовольствие от пребывания в этом чудесном месте Сегодня у нас первая фотосессия в новом сезоне Мы соберемся в уникальном месте в комплексе «Нордик СПА» Расположен в одном из самых красивых пляжей в поселке Янтарном Фотосессия непростая На улице сильный ветер, холодно Температура градуса 3 от силы Но у девушек есть возможность показать себя Продемонстрировать силу воли И железный характер Не успели девочки познакомиться, как уже начались капризы Дали серый, серый вообще не мой цвет Мой вот коричневый Вот, тебе светло-серый не идет Комфортно показать Хорошо все? Нет, я посмотрела Их фигуры, извините И я вообще уже боюсь сниматься Потому что, ну правда Я боюсь раскрываться Там такие модели стоят Вы вообще кого пригласили? Меня? Даже были под меня всех подбирать Такие большие, спортивные Они такие все маленькие, красивенькие, хорошенькие Честно, я уже волнуюсь Ладно, я пойду Ну все, кобыла выскочка пошла Но она же до него выждала На улице девочек ждал еще один сюрприз Резко похолодало, пошел снег Ой, как здесь хорошо Я отсюда не уйду Девочкам предстояло сняться в рекламе И передать главную концепцию СПА-комплекса Первозданная чистота природы И безмятежность Рада приветствовать вас всех Сегодня вас ждет первая фотосессия Нового сезона Я думаю, что вы уже поняли концепцию И эстетику данного места И я, как финалистка шестого сезона Хотела бы дать вам несколько советов Девочки, во-первых, не бойтесь показать себя Не бойтесь камеры Любите камеру Дружите с ней Я понимаю, что вы все разные У вас у каждой свой стиль Не потеряйте индивидуальность Будьте уникальны Получите удовольствие от фотосессии Но не забывайте Что все-таки это соревнование Поехали! Первой в ЧАН отправилась Анастасия Гусева Ничего не боялась Уверена Ведь Анастасия фотограф Позировать по ту сторону камеры Она точно умеет Ну что ж, посмотрим В воде очень хорошо Комфортно, тепло Но, честно говоря, погода сегодня Я думала, немножко будет без ветра Хотя бы, хотя бы Ну, достаточно нормально, комфортно Конечно, я хотела бы Могла бы сказать, что все это, конечно, ужасно Но нет, это классно Это кайфово Это прям прикольно В ЧАНе тут лежишь Вода горячая Тут ветер, там море Меня снимают Я красотка На улице становится все холоднее Участницы не представляют, как позировать Фотосессия оказалась под угрозой срыва Нервы на пределе Слушай, невозможно Холодно Вообще погода очень ужасная Ветер, дождь Условия, конечно, вывезли Конечно, место очень красивое Но условия, я бы сказала, желают лучшего А желают желать лучшего Действительно Не знаю Как тут выжить-то Но немного поворчав Все же направились Вслед за первой участницей Под прицел объектива фотокамер Анна Каубренин, напротив, чувствовала себя Немного скована А ведь с такой фигурой Ей точно не стоит стесняться Мне кажется, они тут эти дрова подкидывают И не выключают И следующие девочки вообще сварятся тут Вообще вода очень горячая И я думала, что вообще не смогу залезть Потому что прям ноги обжигают В максимально экстремальном условии Ксения Романова смущалась Но желание проявить себя на первой фотосессии Взяло верх Ой, непонятно Сверху холодно Снизу горячо Справишься? Конечно Я же здесь для этого Пока Ксения фотографировалась Остальные следили за временем И им казалось Что кому-то уделили больше внимания Я время, кстати, засыпала Уже 10 минут уже закончилось Она еще волосом поправляет И тебе дали 20 минут И мне не дали вот эту штуку вообще Я буду ровно ругаться На кого-нибудь А кого могу? Да, тебе-то ничего не помогло Не, ну я, конечно, уже слышала свой адрес Очень хорошие слова Но я буду сегодня очень доброй Иначе просто меня может немножечко понести А я пока в образе, да? Ух, это, хорошие феи Поэтому не будем трогать маленьких Ольга Нохрина Самая молодая участница проекта Но, несмотря на это, во время съемки Чувствовала себя более чем уверенно И не высказывала никакого смущения Последней на площадке появилась Анна Черкова Опоздав на съемку, она буквально влетела в комплекс Несмотря на опоздание Анна быстро сориентировалась И чувствовала себя довольно уверенно Так вообще благодарна, что это случилось На вопрос, чем вы лучше остальных Анна ответила, ни на минуту не задумавшись Ну, такой, как я, больше не бывает Подвести итоги девчонки собрались у костра Девочки, это была ваша первая фотосессия И вы справились на троечку, я вам скажу Одна ошибку сделала, другая ошибку сделала Но в любом случае вы большие молодцы Это все-таки первая фотосессия Волнительно, я понимаю, что вы переживаете Но вы достойно справились А теперь будем ждать фотографии и решения жюри Ну что, девчонки, давай! До моря добежали не все Самой отчаянной оказалась Анастасия Гусева Пришло самое время познакомить вас с фотографом проекта Анастасия Горлыч Первая фотосессия пришлась Анастасии по душе И она отметила работу девочек в непростых условиях Мне съемка очень понравилась, очень понравились девушки Но это очень сложная съемка, особенно для первой фотосессии И для моделей, потому что позировать в купальнике очень сложно Тем более, что это только их первая съемка И по свету, потому что мы снимали уже после заката Даже после сумера, когда была полная темнота Вот, но было интересно Сегодня нас ждет необычная фотосессия Во-первых, съемка будет проходить в колонном зале кинотеатра «Заря» Здание было построено в 1938 году До этого кинотеатр назывался «Скала» А с 1947 года располагается кинотеатр «Заря» И название больше не менялось Самая главная фотосессия пройдет для бренда Уникальной авторской одежды Тункина Концепция которого – комфортная роскошь на каждый день Но сегодня у девочек жесткая конкуренция Вместе с ними будут работать более опытные модели Знакомьтесь Босс, Мелоди, Удо и красотки Даяна и Амалия На фотосессии Анна расстроилась Всем девочкам дали выбор, с какой собакой сфотографироваться А вот Анне достался один спаниель Я смотрю, всем девочкам дали по выбору Либо там по две собаки они все фотографировались Мне дали почему-то одного – кавалера Говорили сначала кавалеры В итоге вот я фотографировалась с одной собакой Причем самой маленькой, с которой вообще даже Ну по мне так не очень будут интересные фотографии То это не честно, что у всех по две А мне как-то это Я реально одна, у кого одна собака Ну и в целом там реально есть намного интереснее собаки Конечно, надеюсь, меня не услышат из собаки Постоянному фотографу проекта Анастасии Горлыч было непросто Четвероногие модели так и норовили сбежать со съемочной площадки Не говоря уже о выходках самих моделей Ксения Романова была немало удивлена Насколько точно Наталья Тункина прочувствовала ее и подобрала образ Спасибо большое, Наталья Тункина, она вообще просто идеально выразила мой внутренний мир Все меня раскрыла Я люблю собак, но очень давно с ними не контактировала И взяв поводок в руки, особенно долматинец, он просто пытался взять надо мной вверх Он пытался вырваться, пытался тащить меня за собой Но я с ним справилась и показала, что здесь хозяин Также бульдожик, он такой миленький, но очень мощный И он тоже пытался, тянул меня, сильный Хотя вроде бы кажется, что очень маленький, но тоже Но я справилась с ними со всеми Анастасии Гусевой в партнеры досталась борзая Несмотря на страх перед собаками, им удалось подружиться Настя, я видела, что тебе досталась самая огромная собака Как вообще? Ой, на самом деле очень страшно У меня в детстве покусала собака И для меня такой вообще просто страх на самом деле А я говорила, что я бешеная, между прочим могу покусать Но вернемся к моим детским травмам Я этот страх проработала Слава богу, собака, действительно, мы с ней подружились Она очень миленькая, хорошенькая, такая прям вся И честно, больших собак я боялась, маленьких А сейчас я прям уже даже не боюсь Вот прям как через страх прошла и стала хорошо Отпустила, честно говоря, да Такая добрая А это что такое у вас? Да, это Ксюша, она всегда так водит, он что-то говорит Я ее люблю, на самом деле, да Ксю, я ее, тебе привет У нас вчера было занятие, и я сказала Девочки, на собак мы вообще не обращаем внимания Наша задача это показать одежду Что сделать девочке? Всегда это работа с собакой С одеждой я практически вообще не увидела никакого взаимодействия Это всегда собака И попросила еще максимально простые позы Они мне что начали делать? Выгибаться в разные стороны Я о таком вообще не говорила ТЗ было совершенно другое В общем, я недовольна Но есть несколько девочек, которые действительно отработали круто Отработали хорошо И, как я уже сказала, у меня есть уже фаворит Анна Черкова примерила на себя образ Натальи Ростовой Но! Меня чуть не сожрали А что случилось? Блин, маленькая собачка, она все время тянула Я думала, все, сейчас руки мне порежут А большая собака, она просто меня кусала Она кусала, кусала, и она выше меня Я думала, все, я не вернусь домой Одна из участниц не смогла присутствовать на первых фотосессиях Но, как удалось выяснить, Алина Суровец Ранее работала с брендом Тонкина в качестве модели Полина первых в своей первой фотосессии оступилась Вернее, наступила мелодия на хвост Что это? Женская конкуренция? Для меня этот образ, он на самом деле максимально комфортный Потому что я плюс-минус так же одеваюсь каждый день Потому что я всегда одеваюсь роскошно, всегда красиво Для меня это очень важно Я очень люблю красоту И прежде всего, я считаю, что человек должен быть прекрасен во всем В том числе и в одежде Я в своей жизни вообще все делаю в кайф То есть мне это важно И, безусловно, я понимаю, что победа будет за мной То есть как будто бы иначе быть не может Посмотрим, в любом случае, какие будут результаты Но я думаю, что судьи оценят здраво, так сказать, по достоинству Девочки сразу переглянулись Когда Аделина Релешкайте зашла на съемочную площадку И неудивительно, было на что посмотреть Аделина, вот ты самая высокая участница Ты уже чувствуешь, что ты настоящая модель? Ну, на самом деле, остальные девочки тоже красивые И я думаю, что у них тоже хорошо все получится Но я думаю, мой рост... Нет, ну девочки-то красивые, но не длинноногие Длинноногие Мой рост играет роль А какой у тебя рост? Метр восемьдесят один Ты чувствуешь, что на тебя смотрят снизу вверх? Ну, конечно, я же метр восемьдесят один все-таки Ольга Нохрина Студентка и стиль сегодняшней фотосессии явно ей не по душе Помимо этого, в детстве ее покусала собака Шрам на лице еле удалось свести На самом деле, меня в детстве кусала собака И у меня пол лица выпало, грубо говоря У меня шрам здесь И еле как его... Ну как, избавились от него Вот, и для меня это было очень сложно Мне было перебороть свой страх Помимо Алины, на фотосессии не было еще одной участницы Екатерины Лебедевой Но она ответственно подошла к заданию Перед отлетом в Архангельск Кстати, родной город заказчика Взяла костюм бренда Тункина И даже нашла собачку для фотосессии Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, коллеги, всем добрый вечер Как настроение? Отлично Отличное настроение Я рада вас, во-первых, приветствовать в нашей студии Студии Первого городского телеканала Собственно говоря, поздравляю нас с новым сезоном Седьмой сезон «Я топ-модель» Я выражаю уже на правах гостеприимного человека Что вы пошли снова в нашу историю Мы доверяем вам, потому что вы профессионалы Каждый в своей теме И сегодня, собственно говоря, мы должны подвести итоги Двух фотосессий Это в потрясающем спа-комплексе «Нордикспа» И, собственно говоря, это потрясающей дизайнерской одежды бренда Тункина Наш спа-комплекс — это такое природное место Где мы предполагаем, что люди приезжают для того, чтобы отдохнуть Расслабиться, поймать какое-то вдохновение Второе дыхание Совершить свою собственную перезагрузку Соответственно, и задание было для девочек такое Чтобы они максимально могли перенести Или преподнести зрителю это настроение Плюс очень хотелось бы, чтобы девочки Обладающие такими прекрасными телами, внешностью Могли поймать именно цвет, свет внутри комплекса И подчеркнуть свои красоты и красоты наших форм Нам не хотелось, чтобы с экрана это выглядело, скажем, пошло Немного пошло Потому что это не тот посыл, не то, как мы транслируем себе на публике Это не то, для чего мы были созданы Девушкам, которые занимаются фотомодельным бизнесом Учитывая свою собственную красоту Я бы, наверное, рекомендовала нести себя в массы Более элегантно и более... Выражать чувственность немножко через другие формы Можно я добавлю свой комментарий насчет Nordic Spa? И я просто подумала, что если они будут все в купальниках Это будет как раз-таки пошло, о чем мы и говорили Я дала девочкам несколько полотенец И просто присмотрелась, кому будет лучше Если накинуть полотенце на голову Или просто себе накинуть как-то Халат кому дать И некоторые девочки прям отказались Я говорю, давай вот ты наденешь полотенце себе на голову Нет, я это не буду делать И меня это немножко в ступор вело Потому что, ну, нет, прям было такое жесткое Нет, я не буду это делать Касательно групповой съемки, будем говорить, это так Когда в кадре находилось несколько девочек Я не увидела никакого взаимодействия между собой Я понимаю, что каждый из них был только за себя Но когда вы участвуете в съемке Когда у вас несколько моделей Это тоже такая должна быть совместная работа Когда вы друг другу не мешаете А наоборот друг другу подчеркиваете И этого я на кадрах тоже не увидела, к сожалению Съемка была действительно сложной Потому что мы снимали после уже заката В темноте полной Вот, то есть нужно было чувствовать свет Знать хотя бы где стоит источник света И желательно на большинстве кадров поворачиваться к нему Могу отметить Анастасию Гусеву Потому что было видно, что она подготовилась Она единственная, кто не терялся А сразу показывал одну позу, потом другую У нее было довольно много заготовленных поз Которые она помнила И ей не приходилось так много подсказывать, как остальные Кстати, это, по-моему, была единственная девушка Которая решилась в море зайти Это прямо вот медаль Медаль за грабрость Мы очень серьезно подходим ко всем съемкам У нас уже опыт годовой Потому что бренду на самом деле всего год Но мы очень много сделали за этот год Очень много искали, экспериментировали Фотографов, залы Как лучше представить концепцию бренда Чтобы она действительно в каждой съемке была отражена Поэтому зал Заря мы сами предлагали И когда я пришла чуть раньше, там уже, что называется, наводились порядки То есть я говорила, где снимать, что снимать И немножко взяла инициативу в свои руки Великолепно все прошло С фотографом, с Анастасией мы работали первый раз Мне очень понравилось, как она выставила свет Как была классно показана одежда Прекрасно Мне понравилось то, что мы смогли передать концепцию бренда Для меня это очень важно в каждой съемке Что наша красивая, уникальная авторская одежда С интересными деталями, которые подстраиваются под фигуру Каждая девушка смогла это передать Кроме того, я поставила для себя еще сверх задачу То есть просто одеть красивых девушек в красивую одежду Это показалось для меня недостаточно Я применила свою авторскую методику Стиль по дате рождения То есть я посмотрела, когда девушки родились Какие у них энергии внутри С чем они пришли И проявить эти энергии Помочь им показать И как раз через это показать уникальность каждой девушки Потому что, ну, они все прекрасные И красиво их одеть не представляется труда Мне кажется, и эта задача в большинстве случаев у нас удалась Мы справились с этим И еще задача была Это еще моя страсть Это собаки Я их обожаю У меня два бизнес-проекта, связанные с собаками И мы тоже включили в эту фотосессию И это было очень интересно Это было Задало тон определенной энергии Всех как-то расслабило Всех умилило И то, как девушки работали с собаками Это тоже был очень интересный опыт Фотосессия была незабываемая Она останется на всю жизнь В памяти бренда В моей памяти И, наверное, в памяти девушек У каждой девушки был свой определенный образ Образ мы согласовали Опять же повторюсь Что это энергия, которая есть в каждой девушке Весь вопрос, как она ее проявляет Как она ее принимает И что мне очень понравилось Все равно еще про понравилось О том, что обратная связь была потрясающей Вот мурашки у нас просто у каждой То есть девчонки были удивлены Как быстро я считала Они говорят Как вы это быстро вообще догадались Кто я, что я Мое внутреннее вот это содержание Но не каждой удалось это показать потом на съемке Сказалось волнение Другие какие-то, наверное, моменты в каждой из них Но каждая прочувствовала Поняла, кем она может быть И я думаю, что это тот путь Который кто-то, может быть, только начал Сейчас начнет И будет идти, и будет проявляться И демонстрировать миру свою уникальность Кто-то уже вот просто Когда им говорила Вот ты такая Они говорят Да, я знаю И прекрасно так же отработал на фотосессии То есть это было видно уже по фотографиям Девочки вели себя по-разному Кто-то приехал на примерку И много-долго ходил по бутику Примерялся, общался со мной Пытался понять вот эту как раз концепцию Что нужно будет передать Какой образ свой Померить разные наряды Что-то выбрать для себя А кто-то даже не пришел На примерку Возможно, были на то причины И отнесся к этому достаточно формально Как мне показалось И не скажу, что это сказалось На результате всегда Сто процентов Но признаюсь, что мы Выстраиваем долгосрочные отношения Со всеми С фотографами С моделями И когда вот есть этот контакт Хочется еще больше работать Еще раз проводить такие съемки Те, кто относится к этому формально Ну, чаще всего на этом И заканчивается На первой съемке Контакта, если не найдено Но я почувствовала себя Вот этой феей С волшебной палочкой Когда ты прикасаешься к девушке И она раскрывается Совершенно по-другому И золушки превращается уже в принцессу Меня зовут Ксения Романова Мне 33 года Вот У меня есть сын Мой 7 лет Также я увлекаюсь танцами Пол-спорт На пилоне По профессии я В прошлом повар По мне очень заметно Причем, что я очень люблю покушать На самом деле Вот еще В данный момент Я мастер маникюра и педикюра Очень долго шла к этой профессии Потому что Нужно было работать поваром Зарабатывать деньги По факту А не было времени обучаться И нарабатывать клиентскую базу Вот Ушла в декрет И у меня это получилось прекрасно Я успешный мастер маникюра Правда, вот работаю на дому Но Об этом сейчас я расскажу Почему Вот Так как, ну, ребенок маленький Мне пришлось работать дома Дальше я решила Вот у меня возник какой-то стопор Такой, что Я хочу чего-то большего Как-то развиваться Но И понимаю в то же время Что Ногти, наверное, не тот То, чем я хотела бы И о чем мечтала Я очень долго копалась в себе И одно такое рассматривала Потом другие какие-то варианты И Потом мне пришла идея Ну, у меня в детстве была мечта Видимо, когда еще была очень маленькая Я мечтала быть фотомоделью Но в то время это было как-то Более сложно Не было таких возможностей Вот И Я решила Ну, так как уже Не 18 И не там Ну, как бы уже Не берут Мне на тот момент показалось Что профессиональные модели Вот И Я решила начать с малого Пойти на Школу моду с ювендис На фотопозирование Меня больше всего это интересовало Но еще там оказалось И дефиле И актерское мастерство И работа на камеру Прям все понравилось И еще возник Ну, предложили Поучаствовать в конкурсе Я топ-модель Я решилась Потому что Мне очень хочется раскрыться Очень хочется избавиться от своих страхов Волнение Дикое, которое у меня всегда Очень дикое стеснение Вот Боремся Стараемся Мне кажется Немножечко у меня это уже получается Ну, Ксения Мы вообще очень рады вас видеть Спасибо Вы действительно Уже стали украшением Реалити-шоу Я топ-модель Мы не всех берем И когда Скажем так Вы Проявили эту инициативу Мы только Все дружно поддержали Потому что Я уверена Я знаю Вы уже это сделали Вы украшаете наш проект Поэтому Вам огромное спасибо Точно не волнуйтесь Все будет замечательно И дальше Вопросы Наверное От Заказчиков Которые Вас пригласили Скажем так На фотосессию И вот давайте поговорим Справились Не справились У Ксении У нас был образ Сильной и красивой женщины Хотелось бы Вот обратную связь Услышать Вашу Насколько это было Для вас близко К вам, кажется Вам удалось передать Вот расскажите Этот образ Был Он Подчеркнул Мне кажется Раскрыл Именно меня Ту Которая я внутри Но за которой Прячется Застеснительная Женщина Неуверенная В себе В этом образе Я почувствовала Себя Прямо Ну Царица Я не хотела Его снимать Вообще Если говорить Конкретно Про фотографии Про фотосессию Да Я помню Когда вы Примерили Этот образ И у вас Изменилось Выражение Лица Вы начали По-другому Двигаться Фотографии Было Очень много Есть момент Что Телом Вам удалось Передать Вот этот образ Но я не нашла Фотографии Где бы Это было Отражено В лице И вот я Смотрела Фотосессию Нордик спа Добавить лица Да Вот то что София вас Учит Где-то больше Стронг Добавить Вот этой силы Проявить через лицо И будет все прекрасно Очень приятно Слышать вас голос Потому что Он добавляет вам Как бы Дополняет ваш образ Я Наверное Присоединился На фотографиях Вы выглядите Тем не менее Уверенно А вот когда вы говорите Как будто вы голос Это тот компонент Когда вы озвучиваете Своё мнение Вы выглядите Абсолютно по-другому Я не знаю Как это работает Я тоже Я себе Не разобралась Ещё Видимо Но видимо Голос Это когда вы можете Что-то произносить Видимо Это то что даёт Вам полноты Образа И вы меняетесь Абсолютно Ваши фотографии Наверное Это будет не комплимент Но в жизни Вы намного красивее Спасибо Это будет не комплимент Спасибо Касательность фотосессии Которая была в Nordic Spa У вас очень красивые формы тела Очень красивые И мне бы наверное Хотелось Чтобы вы им Больше пользовались На фотосессии Ну понятно Где вы находитесь Вы находитесь В сауне Обнажённые Когда вы находитесь В таком помещении Мы считаем себя Архитектурным шедевром Хотелось бы Чтоб тело подчёркивало Те линии Которые существуют вокруг Вы такая тоненькая Изящная Вот на фотографиях Хотелось бы Видеть этого больше Этого не доставало То есть Пользуйтесь тем Что у вас есть Можно я скажу Да конечно Конечно Я просто посмотрела Ну контент Nordic Spa И Да Мне просто Показалось Что Ну не должно быть Каких-то таких Откровенных Каких-то поз Что-то такое Более Ну может быть Силуэт И как-то больше Атмосфера Вот это вот всё Поэтому у меня не было Приоритета Там показать Как-то свою Больше фигуру Ну и Я когда попала в Чан Я дико растерялся Я прям Там такая круглая штука Внутри Смотрите Будущие фотосессии Фотосессии Фотомодели Могут быть Не только в Чане Правда же Коллеги Об этом вам расскажут Но Это была же Наша первая фотосессия Конечно Я не о том Что пытаюсь вас Покритиковать Но я считаю Что вы можете Выглядеть На фоне всего этого На вам лучше И у вас именно Та фигура Ну наверное Если бы мы хотели Сделать какую-то Изящную фотосессию Мы бы именно Такой модель И искали Как вы А дело же Это не только фигуры Это руки Какие-то Линии И так далее Дик-спа Ксюша сильно переживала Она очень сильно растерялась Когда оказалась В этом Чане Но мне кажется Потом Когда уже В парилке было Ты как-то более Уже Я собралась Да Ты раскрепостилась Стала уверенней И Ксюша как раз таки Услышала Что должно быть Что-то максимально Такое простое И легкое Ничего сложного Каких-то угловатых пост Быть не должно Взаимодействовала с Чаном Как она могла На тот момент Нам надо было Пригласить собак Чтобы разрядить Остановку Сейчас наверное Будет самая Вот Жесткая Критика И самая Сильная похвала Потому что Как мне показалось На первой фотосессии Ты была Самой слабой Участницей На самом деле Мне казалось Что ты вообще Не готовилась Я теперь понимаю Что это было не так Но так оно казалось И в Чане Ты вообще не могла Управлять своим телом А на второй фотосессии Это самый лучший кадр Ну на мой взгляд Потому что Здесь конечно И собака тебе помогла И здесь очень сильно Тебя раскрыл Этот сильный образ И вот мне этот кадр Из этой съемки Нравится больше всего И это как бы Самый большой прогресс Который я увидела Среди участниц Вот от первой съемки Ко второй Мне показалось Что тебе вот прям И возможно Сонин урок помог И вообще вот В принципе Прогресс Для одной съемки Очень хороший Давай с каждой съемкой Так же Анастасия Гусева Мне 32 года Я бывший профессиональный спортсмен Игрок сборной команды Узбекистана по волейболу 8 лет играла Была ведущим игроком 11 лет Как переехала Из солнечного Ташкента В Калининград Пальцем в небо Просто был переезд На самом деле Это не было Какой-то определенной Конкретной задачей Просто Куда? Калининград Вот Безусловно Безусловно Калининград нравится Море В первую очередь Зацепил Вообще Я по образованию Учитель В школе работала 6 лет Уволилась В этом году Решила посвятить Себе фотографии Объясню почему Было такое У меня ощущение Что я занимаюсь Немножечко не тем Точнее тем Учитель все-таки Мне нравится Мне нравится Работа с детьми Мне нравятся Эмоции Которые они дают Мне нравится Все что происходит И связано со спортом И я до сих пор Играю Забыла сказать Продолжаю играть У меня сейчас такая Несвязная речь пойдет Тут кусочек Там кусочек Я готовилась Но я знала Что будет такая история Это я У меня вечно Мысли вперед Мои речи Но я живой человек Поэтому Простите меня Если что Не так Пожалуйста Вот И Собственно говоря Три года назад Четыре года назад Когда я родила ребенка Поняла Что мне хочется Что-то еще Чем-то еще Заниматься Потому что энергии Во мне была куча Я понимала Что То что я делаю Наверное Это не то Чем я хотела заниматься И постепенно Потихонечку Начала уходить фотографию Я просила слезно Купить мне фотоаппарат Мне купили Первый фотоаппарат Это был Никон Д Тридцать один По-моему Но он не очень Фотографирован Но мне казалось Что тогда были У меня фотографии Вау Поэтому Все снимки Все детские Какие-то У нас истории Они запечатлены Красиво Как мне кажется Все-таки Какая-то Такая история Про фотографию Ухожу сейчас Вот уволилась Ушла И решила Что мне хочется Заниматься этим больше И когда Поняла Что вот она я Пожалуйста У тебя свободного времени Куча А что дальше Да И Была на проекте В прошлом сезоне В качестве фотографа Очень понравилась Здесь всякая история Движения Девчонки И поняла Что наверное Никаких-то Знаний не хватает Знаю каких конкретно Могу рассказать Это будет Коротенько минут на 40 Вот Захотелось Попробовать себя В качестве модели Ну во-первых Это моя мечта Еще такая Немножко с детства Потому что топ модель По-американски По-русски Вот эти все серии Конечно Все это я смотрела И с удовольствием В детстве Маленькая была И позировали Там стояли лицом И хотела И мечтала Оказаться Вот еще и за То есть не только Быть в кадре Но еще и за кадром И вообще посмотреть Как это в целом Работает модель Потому что иногда Окажется Что это Ну Такая Что она Пришла Красивая И все И у нее должно быть А фотограф должен Делать Делать Нет Мне хочется И со своей стороны И со стороны модели И это все вместе связать И в общем Чтобы такая вот Интересная картинка Дальше история получилась Анастасия Я вижу Что образ зашел Потому что Вот как раз Зашла спортсменка На примерку Сделали такую Женственную Нежную Трогательную И мне кажется Что в фотосессии Это очень удалось Здорово передать Я видела Как и за кадром Ты вот Вся такая нежная Струящаяся Совсем другая Совсем другая энергия И сегодняшний образ Он откликается Точно так же И мне понравилось То что на фотосессии Я смотрела Очень было много Именно фотографий С вами И очень много Позинга разного Разных экспериментов И так И так Собака была Очень сложная Вот эта как раз Борзая Достаточно Маленький зал Потому что у вас Высокий рост И вы там Даже иногда с борзой Не помещались Среди вот этих колонн Я видела Что подстраивается Смотрит Ищет Каждая фотография Мне кажется Была с новой позой Новое прочтение И понравилось Что одна из немногих Которая Не только с собакой Пыталась наладить контакт Но вот И с одеждой Показать ее Показать этот объем Показать эти объемные рукава Вот это Прям вот Читалось И виделось Что работало над образом Он очень Подошел И хотелось его показать Это очень важно Для моделей Мне показалось Что ваша фотосессия В Ногник СПА Была самой профессиональной Из всех участниц На тот момент В том смысле Что она была Наверное Какая-то самая Ответственная Ваши позы Они были По моему мнению Такое впечатление было Что вы ко всему Отнеслись к серьезным Вот сейчас Я не спала Очень ответственная Серьезная съемка Чего мне не хватило Наверное Вот сейчас с вами Мы общаемся Вы очень живая Яркая Красивая Радостная Как будто бы В фотографиях Этой жизненности Не было Вот ваши изюминки Что одновременно С ответственностью Как бы Я не знаю Как это Может быть Вот как раз София вам подскажет Как это перенести Но вот этой Жизнерадостности В фотографиях Не было заметно К сожалению Но тем не менее Как я уже говорила Для меня Вы были там Самым большим профессионалом С моей обывательской точки зрения Спасибо вам большое Что вы решили Не только Нордик Спай Но и море показать Это тоже Единственный Микробный человек Который до туда добежал По крайней мере По фотографиям Вот Ну И Наверное Еще одно Маленькое Замечание Вы очень красивые Очень статные Мне кажется Еще может быть Недостаточно опыта Самая красивая фотография Которую я выбрала Мешает Ваша рука Там на фоне Может быть Нету еще Насмотренности Как мое тело Выглядит на фотографии В этом ракурсе Но я думаю Что в конце проекта Все будет прекрасно По Насте хочу отметить Что Единственная участница У которой Если поставить Две фотографии Ты на них разная Я обожаю Таких Участниц Которые Разные На всех фотографиях То есть У тебя нет Одинаковой подачи У тебя нет Одинакого лица Ты в Нордик Спа Показала более Расслабленное Вот то Что требовалось С брендом одежды Ты справилась Просто на все сто Учла все рекомендации Я даже стояла Улыбалась Потому что Я помню слова Насте Я говорила У тебя такое платье Летящее У тебя будет хорошо Если ты будешь Постоянно двигаться И как-то с юбкой Взаимодействовать И я как ни смотрю Настя постоянно Эту юбку Двигается Спасибо тебе огромное Что ты умеешь Слушать И слышишь Я уже до прихода Насте Говорила Что я ее очень сильно Отметила Что она лучше всех Позировала Особенно на первой съемке Ко второй съемке Это сохранилось Но остальные девочки Начинают тебя догонять Поэтому Пожалуйста Это хорошо Пожалуйста Не сбавляй оборотов Но действительно У тебя это идет Максимально естественно Более естественно Чем у кого-либо Пока что И ты просто Постоянно в движении Действительно Очень разнообразные Получаются Позы на всех кадрах Мы тебя поздравляем За сегодняшний результат Очень хорошая Высокая оценка Сейчас прозвучала Меня зовут Аня Кулупрени Мне 25 лет Родом из Калининграда Здесь же и живу Профессионально занимаюсь Скалолазанием На данный момент Накажусь в декрете Не работаю Ну и все время Свободно уделяю спорту Хочу попасть На Суперниндзя Уже ранее Ездила на кастинг Но к сожалению Несмотря на то Что я трассу там прошла Не взяли Потому что Не было никакой истории Не могла ничего О себе рассказать С толком Мое единственное достижение Когда меня спросили Я разбила сына Больше я ничего Не придумала Поэтому думаю Что Когда я скажу Что я там Топ модель Калининграда Меня возьмут На Суперниндзю Супер Давайте теперь Сделаем так Чтобы вы стали Я топ модель Но здесь Должна быть Вашей Тем более вы хотите В другой реалити шоу И сразу же скажу Как директор телеканала Давайте шоу Уже сейчас Не ждите Когда оно наступит Там внизи Или еще где-то Здесь Нам нужно уже шоу Проявляйте Мы зафиксируем И на фото И на видео И потом у вас будет Доказательство Ну если нужно Будет Дадим Расписку Рекомендуем Мне показалось Анна Таким закрытым человеком Сложно было Коммуницировать С момента Примерки Помните Как мы подбирали Один образ Второй И я не видела Вашей обратной связи Это очень важно Когда мы Вступаем в партнерство Пусть такое Кратковременное Но это все равно Партнерство И очень важно Модели Почувствовать Тот образ Который Дизайнер хочет Донести И увидеть Вот эту Обратную связь Потому что Это должно Откликаться Всегда Либо научиться Это делать Даже если Этого нет А здесь Я еще Применяю Вот эту методику Показать Энергии Которые В вас есть Было сложно Мне как дизайнеру Было сложно В какой-то момент Я сказала Выбирать образы Вам самой И вы что-то Выбрали Но тоже Какая-то Скользила Неуверенность И потом На фотосессии Меня тоже Вот это Прочувствовала Вообще Одежда мне очень Понравилась Но я не умею Позировать Вообще Никак Никак не работать На камеру Я не умею Это для меня Абсолютно новое Поэтому пока что Я так сказать Из зоны комфорта Выхожу И потихонечку Надеюсь Я научусь И потом Будет все Получше Чем сейчас На сессии Nordic Spa На фотосессии Мне совсем не показалось Что вы были зажаты Наоборот Мне показалось Что вашего тела Красивого Тренированного тела Было слишком много В спа-комплексе Нашем Это было даже Наверное Неуместно Потому что Если бы это была Фотосессия На которую Я однозначно Уверена Вас бы пригласили Какой-нибудь Спортивной марки Вы В своей факторе Как вы Смотрели на камеру И Выглядели везде Прекрасно Было бы Наверное Шикарное Такое Стрейджмейкинг А Внутри нашей спа Не знаю Может быть Это был просто Не тот формат Либо Нужно было Как-то В какой-то Другой позе Быть Чтобы мы Видели Расслабленную Девушку Спортсменку Девушку Которая Отдыхает Которой Приятно Этого Не было Заметно На съемке Надеюсь Ничем не задену В жизни Я вижу Очень Уверенную Красивую Женщину Но когда Включается Камера И мы Остаемся Вот Один на один Ты перед Камерой Сидишь Как будто Даже с каждой Съемкой Все меньше Уверенности Остается Даже как будто В Nordic Spa Было лучше Потом Меньше И меньше Становится Я не понимаю В чем проблема Мы как бы не злые Мы никого не обижаем Я не понимаю Куда Куда девается Уверенность Когда остается Только камера Перед тобой И я понимаю Что работа Дети И времени мало Но возможно Надо позировать Перед зеркалом Тренировать Позы Перед каждой Съемкой Подбирать Референсы По позам И стоять И тренировать Перед зеркалом Ну и как-то Себя настраивать На съемку Перед камерой Потому что Теряешься Очень сильно Согласна С словами всех коллег Что в Nordic Spa Она чувствовала себя Как бы В своей среде обитания Если это можно так сказать А с брендом одежды Она Как отметила Настя Наоборот Как-то в себя ушла И терялась Но это все поправимо Если ты сама Захочешь Идти на контакт И захочешь Меняться Тогда у тебя Это получится Поэтому На следующем уроке По фотопозированию Если ты мне опять скажешь Что я не могу Так двигать телом Я тебя премью Я тебя подвигаю Лицуху Да-да-да Серьезно Вместе Лицуха Вау Круто Я просто Из тех Как бы Не знаю Режиссеров Не режиссеров Которые Считают Что нужно усиливать То что сильно Ну вот я так считаю Здесь Реальная фактура Да вот Она вот связана с этим В реальности Ну давайте чуть-чуть Буквально Рассуждаем Нордик спа Это может быть Доступная среда Куда приходит Реальный спортсмен После физической нагрузки Вот с той фактуры Бицуха Там и так далее И именно вот Тот контраст Да Это вот тоже может быть Что он погружается И он такой Конечно Для этого эмоция Релакса Должна быть на лице Это должны быть Бицепсы здесь И полнейшее наслаждение Тем что ты вот Откачал И пришел На лице Потому что Вашу лицуху Не расслабить Я так понимаю Вашку тоже С ней ничего не сделаешь Тогда эмоции Передаем лицом Значит вот эта вот Работа твоя Точка роста Это очень круто Что ты сюда пришла И возможно Когда ты себя Здесь прокачаешь Да То есть как бы Лицо Эмоции Мимика Те режиссеры И продюсеры Реальти шоу Там следующего Да То есть как бы Они будут видеть Живое лицо Эмоции И так далее А мы тебе Это здесь сделаем Но знания Невозможно Дать Их можно только Взять Поэтому бери Пожалуйста Я Нохрина Ольга Приехала сюда Два месяца назад Из самого детства Занимаюсь танцами Обожаю это Живу этим Можно сказать Закончила художественную школу С отличием У меня такой немножко Синдром отличницы есть Присутствует Вот Поступила на преподавателя Физической культуры И почти сразу поняла Что это совсем не мое Пробую себя в различных сферах Мы с одногруппницей Являемся участниками Чемпионата WorldSkills Вышли на региональный этап Затем на национальный И поехали на Россию Дальше я Я являюсь участницей Проекта Мастера гостеприимства Объездила по России Можно сказать Вот Приехала в Калининград И так получилось Что пока что Здесь не совсем нашла себя Вот Не так долго здесь нахожусь В Тюмени у меня все уже Все мое будущее Грубо говоря Было расписано А здесь я немножечко Присела Можно так сказать Пришла на проект На этот Чтобы Вообще Я очень сильно боюсь камеры Несмотря на то Что я выступала много Перед людьми Это мой страх И как Наталья подметила То что я Если ставлю свою цель То я иду к ней И я вот борюсь с этим страхом Вот действительно Сейчас даже руки трясутся Хотя я ничего такого Не рассказываю Просто о себе рассказываю Пришла побороть этот страх Пришла показать себя В общем все Я все Спасибо Все Мое сердце растаяло Мне понравились образы Все практически По вам наверное было больше всего фотографий Которые я отобрала И мне пришлось Коллегам обращаться Чтобы они тоже посмотрели И выбрали одну фотографию Из советов Хотелось бы Разного лица Поработать с лицом Немножко есть зажатость в лице Поработать возможно даже с разными специалистами Может быть даже петь начать Для того чтобы немножечко расслабить лицо И выдавать разные эмоции Выдавать разную мимику в том числе У меня по ощущениям Я не была на фотосессии Вижу уже конечный результат Очень вам хорошо У меня нету разрыва образа Стиля одежды и вашего Прямо ну это хорошая работа Поэтому в плане просто берем внутреннюю И то что нужно было сделать Мне кажется вы справились Вы вошли в этот образ Оксана давайте вас послушаем Мне кажется что у вас очень интересная история Про то что люди уже считают вас королевой А вы себя еще нет Для меня вы в нашей фотосессии Абсолютный победитель Потому что большинство образов Которые я выбрала Были ваши Я не знаю может быть вам место подошло Может быть вы нам подходите По фактуре, по текстуре Но вы были там лучше всего на самом деле Большинство фотографий Которые я выбрала Как самые любимые Или скажем Те которые мы бы хотели В своих соцсетях видеть Были ваши Что мне понравилось Кроме того что вы конечно Безумно красивый человек У вас были какие-то Немножечко другие формы И позы Ваша поза в сауне Как вы сидели Это прямо было видно Что вы ищете что-то другое Не то как копируют все остальные Девочки Все похожие Все они и те же Руки они и те же ноги Что-то было другое Чтобы я немножечко уменьшила Это градус эротичности Ну Я просто танцую И я просто в голове Может быть Было такое Что мне помогала музыка Я в голове как будто ее слышала Я как будто танцевала В общем Было такое у меня представление Просто я не совсем модель Это для меня вообще Первый опыт такой подобный И я как умею так сделала Вот Ну умеете вы Очень красиво Хочу я вам сказать Я вас с этим могу только поздравить Честно говоря Можно еще один совет Я бы наверное каждой девушке его отдала Коммуницируйте с заказчиком Я прежде всего маркетолог Тоже в своей компании И мне нужно добиться максимального результата Коммуницируя с другим партнером В любом нашем проекте Я всегда четко по несколько раз доношу Что я хочу Всегда когда вы работаете с заказчиком Спрашивайте То есть сауна может быть про эротику Да И мне например ваши фотографии очень понравились А заказчик сказал Что это слишком Поэтому коммуницируйте с заказчиком Что нужно Какой градус эротичности показать в сауне Да Может быть нужно показать Это сауна для семейного отдыха И там недопустимо Да Смотрите что уже есть у заказчика И чтобы попасть именно в ту струю Потому что можно дать немножко не то Даже если это будет очень красиво Коммуницируйте с заказчиками И тогда все сложится Ну и выбирайте менее сексуальную музыку Которая будет воспроизводиться в голове Замечание которое я бы сделала Расширяй арсенал пост Потому что в какой-то момент уже начинаешь повторяться Может быть тебе там времени выделилось побольше Чем остальным Можно я по поводу этого скажу тоже И я немножечко привыкла к другим немножечко позам Меня как бы не то что ограничили в этом плане Но я не хотела чересчур что-то выгибаться Что-то как-то делать Чтобы не выйти из образа Вот что бы я сказала Ну я такой же совет дам Перед каждой съемкой искать референсы по позированию И даже отрабатывать их перед зеркалом дома Чтобы в голове тогда отложится больше поз Который ты можешь применить на этой съемке Меня зовут Черкова Анна Я психолог Мне 37 лет И я с удовольствием принимаю участие в вашем шоу Я очень счастлива, честно Мне так нравится Это прям моя мечта студенческая Я в такой эйфории всегда пребываю Когда прихожу сюда и на уроки Поэтому что вот я хочу от проекта Я хочу трансформации прежде всего Я хочу научиться быть немного женственной Более другой женственной То есть раскрыть себя по-другому Более творческой Более такой разноплановой Скажем так И у меня есть такая особенность Я сочетаю с маленьким ребенком С работой Со всем То есть я вырываюсь буквально Не знаю С большим усилием Но всегда с большой радостью Про себя могу сказать Про свои какие-то особенности Я очень люблю животных У меня дома три кота Из приюта Анну я тоже как раз вот увидела Творческим человеком И было видно уже на примерке Что Анна стилизовала различные образы Подобрала какой-то свой образ На фотосессии я увидела Опять же очень много творчества Но увидела больше актрисы Чем модели Вот расскажите про вашу обратную связь Как вы прочувствовали Не совсем я увидела одежду свою на вас И сложно было подобрать фотографию На которой я увидела модель Взаимодействующую с собакой Да, были непростые условия Меня и покусали И на платье мне залезли И я боялась пошевелиться Чтобы его не разодрали Ну в общем были моменты Я учту все моменты Потому что я начинающая модель Скажем так Поздно начинаю, но начинаю Вот, могу сказать так Мне очень понравились ваши слова Когда вы нас собирали О том, чтобы войти в определенное состояние Я это состояние понесла на работу На меня оборачивались мужчины Я специально весь макияж Всю прическу убрала Чтобы у меня на работе Ну там достаточно строгие условия Ну реально вот на улице оборачивались У меня мужской актив Да, то есть все оборачивались Вот это вот я прочувствовала Когда вы пришли в Нордик СПА Какие ощущения вы сами испытали Во время сессии? Что вы пытались транслировать? Я испытала адреналин, честно вам скажу Потому что погодные условия Потому что я в ночь ехала На своей машине В Янтарной И это было просто непересказуемо Ну просто я думала Доеду или нет Потому что там шквал просто Да, ветер Темень Да, вот эта вот дорога узкая Вот Я туда буквально влетела После работы определенно Да, то есть как бы это все такое было И как с корабля на бал Я хотела показать радость От того, что я отдыхаю От того, что это первый раз То есть я была в вашем Замечательном комплексе первый раз И у меня была просто восторг Эйфория Я была так счастлива Что просто Единственное, под конец Когда все побежали к морю Я такая Нет Нет У меня еще Впереди много фотосессий Вот Они могут не произойти Да Когда море добегут Я хочу, знаете, что сказать Я вашу радость Неподдельную радость На тех фотографиях Которых вы улыбаетесь В чане я заметила Она прямо была реальная И вы ее транслировали Через фотографию Через позу Через улыбку Через выражение лица Мне показалось, что ваши фотосессии Ваши формы Они были самыми естественными Что хорошо Мы про естественные Природные И так далее Но есть такая тонкая грань Между естественным и домашним И, наверное, это просто Отсутствие опыта на данный момент Мне кажется, со временем Вы можете это наработать Если будете прислушиваться К сексу Такое впечатление Что к нам пришел Наш обычный посетитель Обычный гость Но не модель Моделей там было мало Радостного человека Много Это не хорошо, не плохо Это просто так Как это было Слушайте, спасибо За обратную связь Мне было так страшно Я думаю, сейчас скажут Аня Куда ты поперлась Со своими лишними килограммами Аня, куда ты поперлась? К вам Принято Меня зовут Уделина Редешка Мне 20 лет Я учусь на данный момент В Польше Получаю диплом Так как границы закрыты Я решила себя попробовать В новом деле Пока не присутствую На занятиях Чтобы проверить себя Слабу ли я вообще выдержу Съемки В напряжении Зачем ты пришла на проект? Я же сказала, что Хочу попробовать себя Хочу испытать себя Смогла Ну, смогу ли я вообще Выдержать съемки И Как бы Вот Такое жесткое напряжение И конкуренцию Это все? Да Победить не хочешь? Ну, конечно Есть цель победить Я Все-таки Ну, как Не только ради этого пришла Чтобы Просто попробовать Спортивный интерес есть С Адериной у нас был Интересный опыт Когда я по аватарке И дате рождения Подбирала И длине ног У меня были параметры Длине ног Я поняла, что ноги Очень длинные Подбирала костюм Насколько попали В твои энергии Насколько Стало это отражением Тебя Какой-то грани тебя Насколько было комфортно Работать Вот в этом образе Я считаю, что Это стопроцентное попадание Потому что Во-первых Цвет Черный Мне прям Очень понравилось Брюки Это вот Ну, прям Стопроцентный Мой образ Здорово Так классно Мы отработали Вот именно В процессе съемки Ты была Последней Когда мы снимали И было Мне казалось Столько классных кадров Но потом Когда стали Отсматривать Я слышала Замечания Софии Более Стронг лицо делать Мне казалось И так Все прекрасно И потом Когда я стала смотреть Контента Уже Действительно Не хватило Вот этой мимики В лице То есть Если Сама поза Показывала Ту концепцию Которая была заложена Сильной Немножко Таинственной Женщиной Такой Очень уверенной В себе То в лице Этого не чувствую В лице Была вот эта Хорошая девочка Которая делает Все Что ей скажут И Немножко Не учла Одежду То есть Почему Вот фотографию Мы выбрали Где Ты Спиной То есть Всегда Когда На тебе Что-то надето Ты думаешь В первую очередь Как тебе это показать И получилось так Что мы потом Уже все это переворачивали Но собаки Уже не было И поэтому Мы не выбрали Эту фотографию Как вот У тебя все С этим складывалось Прочувствовала Ты это Поняла Какие были ощущения И какой результат Получился на съемке Ну Я чувствовала Что Надо работать Именно лицом И я чувствовала Что это получается Но Как вы сказали Да Мне тоже Не хватило Этого Мы с Настей Вообще Длину не хотели Отпускать И это говорит О многом Когда фотограф Не хочет Отпускать модель Это означает Стопроцентный Коннект И Даже в какой-то момент Мы кричали Ну девочки Все Хватит Уже Мы с Настей Да последний кадр Последняя поза Сейчас она сделает Все будет хорошо Вот Ты молодец Ты круто передала Но с лицом Вот Да Не хватило Вот Именно Вот этой Дерзости Эти кадры Точно пойдут В мое портфолио Потому что Они как мне показали Самые интересные Вот Как бы А так Стронг фейс На некоторых Фотографиях Получился Но не везде Вот В целом В целом Давай Дальше тоже Выдавай нам Все больше интересного Потому что Вот эта съемка Задала уровень Мы там правда С Соней Очень много Тоже вкладывались По позировке Чтобы было интересно Я хочу Чтобы дальше Тоже было интересно Ты можешь Всем добрый вечер Я очень рада вас видеть Очень красивые Прям Прям классные трава Меня зовут Леводева Екатерина Мне 33 года Буквально Год назад Да Я переехала Из Архангельска В Калининград Почему я пришла На этот проект 50% Марина Ладно 70% В восьмом классе В школе Я не победила В конкурсе красоты И потому что Такие мероприятия Не для меня Поэтому я здесь Отрабатывать Какие-то свои детские Незакрытые гештальты И Очень хочу Научиться позировать Потому что Когда я вижу камеру Я делаю вот так Наверное Можно Что-то еще Очень хочется Окунуться В этот мир красоты Поэтому я надеюсь Что я научусь Про себя Я Я Я Моя какая-то способность Такая Уникальная Объединять людей Очень волнуюсь Голос Прямо дружит Объединять людей Организовывать людей Объединять вокруг себя Объединять между собой И Когда меня спрашивают Про какую-то мою Суперспособность Один очень Не безразличный Для меня человек Который Чье мнение Мне очень важно Сказал Что Ну Говори Тебя хотят все То есть Я тебе отвечаю Говорю Меня хотят все То есть Например Из 13 Предпринимателей С кем я взаимодействую Например Мы по каким-то проектам Встречаемся 8 из них Зовут меня В свои дальнейшие проекты Зовут меня Развивать их бизнес Как-то коммуницировать вместе Остальные 5 Я думаю Что стесняются Просто Поэтому Я себе конверсию Ставлю чуть больше Вот Это такой Какой-то Интересный факт Один Про меня Екатерина Благодарю за инициативу Да Вместо того Чтобы сдаться Нет Пошла Сама Везде Сходила сама На примерки Отправляла мне образы Выбрала сама Поехала в другой город Провела съемку Это тоже мой родной город Я 9 лет назад Оттуда переехала Тоже в Калининград Представила нам материал Скажу честно Не хватило Вот Той команды Которая была здесь И которая помогла бы Показать Ты классная Вот я тебя впервые вижу Живьем Ты такая классная Такая энергичная Такая красотка На фотографиях Я этого не увидела И увидела просто Симпатичную девочку Гуляющую с собачкой А что если ты прокатишься Ты меня довез туда-обратно Оплатил фотосессию И все такое Хорошая идея Да Пожалуй Я очень рада что ты с нами Спасибо огромное Спасибо большое Очень рада Покомментировать Классную Дальше больше Пришла Завела Да Такая Вау Навела шороха Уважаемые жюри Меня зовут Полина Первых Я являюсь психологом И нумерологом За моей спиной Более 500 часов Индивидуального Психологического Консультирования Со мной девушки Беременеют Выходят замуж За лучших мужчин Повышают доход Кратно И я считаю Что все-таки Наставник должен быть Человеком Образцовым Именно поэтому Из моих недавних достижений Я сама Купила себе квартиру За наличку И это моя такая гордость Круто А где? Давайте похвук Район артиллерийской Ранхикс Цветной бульвар Отлично Отлично Вообще замечательно Спасибо Дома Приходите Я живу одна В гости Супер Окей Что-то еще может быть? Что-то еще может быть? Или это? Зачем на проект пришла? Очередная победа Побеждать, конечно А как иначе? Кто, если не я? Сами понимаете Великолепна Фамилия первых На первом городском Я всегда говорю Да, говорящая фамилия у меня Супер Ну что Давайте посмотрим Насколько ты Круто Филигранно Как номер один Справилась С фотосессией у Натальи Хорошо? Да Полина не была на примерке Мне буквально сказали За несколько часов Что будет еще одна девушка Я попросила только Дату рождения И фотографии Несколько фотографий были Подобрала образ Честно Думала, что не зайдет На такую красивую девушку Вот эти такие Немножечко размахаечки Без подчеркивания Талии И когда встретились Сказала о том Что вот я вижу Такой таинственной Загадочной Девушкой И когда я услышала Что это Откликается Очень И в тот же день Мне Пришла обратная связь От совершенно другого Человека Который знает вас Сказал, что она Занимается Вот этими Ведическими практиками Расскажите О том Как этот образ Подошел вам Как он действительно Являлся отражением И как вы так умело Дрессировали собак Которые сидели По стойке смирно Хотя до этого Вытворяли Черт что Ну все-таки Начну с образа Он мне Невероятно зашел Потому что я Во-первых Обожаю вот эти Все шелковые ткани Это прям Моя история Когда вы сказали Что оно подобрано По дате рождения Все Ну тут совпало 10 из 10 И когда вы еще сказали Что ваши все желания Должны исполняться И тут я прям Вот четко подчеркнула Потому что все Что я хочу Всегда исполняется Вот прям Буквально Вот сегодня я скажу Хочу Порш Завтра он будет стоять Понимаете Как это случается Ну как-то вот так Образ мне зашел Я отыграла прям Его пережила Прожила Так сказать Вы хотите что-то загадать? А вы можете пожелать? Не могла ли ты пожелать Мария Корженевская Порш Ну как будто бы Это твое желание Но для Марии Обещаю Обещаю Обязательно пожелаю И вот этот образ Прям он идеально Меня отразил Хотя несмотря на то Что я высокая Да Довольно-таки худая Как многие говорят И мне Многие Дали обратную связь Что хотелось подчеркнуть А так вы стали еще худее Как будто бы Но я обожаю свою худобу Вообще Поэтому я считаю Что этот образ Идеально сошелся Как дрессировала собак? Ну собаки Как и дети Чувствуют хороших людей Поэтому Меня любят все И собаки И дети Вот Ну на этом все Шикарный ответ Молодец Из популярных личностей Может быть в Калининграде В России Или в мире Кто Ну как бы Не идеал Но вот Ну в Калининграде только я Из популярных личностей А по России Вообще в мире Ну для меня Так сказать Вдохновителем Являются люди Которые Прошли очень Такой насыщенный путь Ну вот из бизнес-тренеров Да Это Брайн Трейси Я его очень люблю И училась у него На курсах Из таких Медийных личностей Кто делает шоу классное Это Та же например Ну Саша Белэйр Белякова Да То она беременна То она не беременна Я вообще люблю Я вообще люблю Вот и поташ Это прям мое все Я вообще прям Себя чувствую Как в своей тарелке Вот Ну и наверное все Здесь Самая необычная внешность Как мне показалось Среди девушек Вот И для модели Это хорошо Но как бы к ней тоже Нужно сначала присмотреться Какое-то время Фотографу найти Удачные ракурсы Вот Понять эту внешность Прочувствовать И потом уже работать Вот Ну в принципе Сработались Неплохо Единственное что Даже для меня Вот Загадочность Саму Передать Мне показалось Что Даже я Плохо понимаю Как будто бы В общем Для меня Вот этот образ Был сложный Вот Но В целом Фотография хорошая И работа с собаками Очень хорошая Вот Если задавались вопросы По образу Значит она попала В эту загадочность Если Для себя показалось Сложным Полину Я первый раз увидела Как раз таки На этой съемке И так Издалека Просто смотрела Как она работает И Вариации позировок Они интересные Вот это я могу отметить По внешности Хотела сказать Мне все девушки Дали обратную связь Они все подошли Почти И сказали Что я похожа На инопланетянина Я говорю Господи Надеюсь Он красивый И как мы все Привыкли Его видеть Нет Ты хороша Все хорошо Спасибо Можно выгодно Внешность Как кукла брат Я вот сейчас сижу Смотрю Прям Черты лица Очень большие Бросаются в глаза Вот прям Как кукла брат Спасибо Слава богу Не инопланетянина Уже легче Очень красивая девушка Я не вижу Ничего странного Есть именно Такая самобытность Уникальность Неси ее С гордостью С достоинством Ты прекрасна Смотрите в следующей серии Прошел первый совет жюри И я готова Отливить результаты Я вот сейчас стою Как маленькая девочка Оправдываюсь Если ты меня спрашиваешь Я понимаю Что ты меня допрашиваешь Ты мне допрашиваешь Ты мне важно сейчас услышать меня Или нет Это не важно Потому что Зачем ты спрашиваешь Я тебе балду Данил именно от себя Если ты не понимаешь Что есть такие ситуации Жизненные Необходимые Ты понимаешь За полтора месяца Я не знала Что у нас сегодня будет Я не буду Если ты не готова Место Все не будем с тобой разговаривать Я уже думаю Ну поскорее бы уже Другая девочка Пришла Нет я не буду сниматься без макияжа Не буду Нет Все Не буду Ну как можно идти на проект Где победитель получает контракт С модельным агентством Но при этом не сниматься без макияжа Какая ты тогда модель? Скорее нет С чем Да Ну есть конечно уже такое Знаете Кто-то косо смотрит Кто-то еще что-то Кто-то цокает в сторону Кто-то шепчет за спиной Но Это значит Что мы впереди Кто-то еще что-то 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 Кто-то еще что-то